17-18 октября должно поступить тепло в дом номер 173 по улице Свободы, где отсутствует отопление из-за капитального ремонта на первом этаже. Как сообщили в администрации Самары, при подключении системы отопления подрядчик выявил заводской брак, который устраняют. Баритон Самарского театра оперы и балета Георгий Цветков пришел в норму после нападения. Он находится в Москве и готовится к репетиции. Сегодня в Большом театре столицы запланировано выступление самарского коллектива с оперой «Мастер и Маргарита». Защитник крыльев советов Кирилл Печенин сыграл за сборную Беларуси в матче против Люксембурга. Игра завершилась со счетом 1-1. Следующий матч сборная Беларуси проведет против команды из Северной Ирландии 15 ноября. В Самарской области до конца этой недели прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На фоне этого возможно образование гололюда в некоторых районах, что значительно осложнит ситуацию на дорогах. В рамках акции «Сохраним лес» в Ставропольском лесничестве Самарской области высадили более 25 тысяч сиенцев сосны. Площадь высадки составила 6 гектаров. Всего по нацпроекту «Экология» саженца планируют высадить в регионе на площади 917 гектаров. В России с 2026 года для поступления на специальность учителя введут обязательные ЕГЭ по профилю профессии. Например, если будущий педагог планирует преподавать биологию, он должен будет сдать экзамен по этому предмету. В Совете Федерации предложили сохранять рабочие места за сотрудниками, призванными на срочную военную службу. На время службы договор приостановят на основании заявления специалиста с сохранением социально-трудовых гарантий. Если работник не вернется на работу в течение 20 дней после окончания службы, соглашение может быть расторгнуто.